Уже несколько лет 8 июля во всех городах России празднуют День Семьи, Любви и Верности. Дата торжества выбрала не случайно и совпадает вне памяти святых Петра и Февронии, муромских чуетворцев. Но на мой взгляд более правильно было бы выбрать небесными покровителями любви, семьи и верности святых праведных Захария или Совету. И вот почему. Во-первых, День памяти Петра и Февронии преподает всегда Петров в пост и как-то нелогично праздновать День Любви в посту. А День памяти Захария или Советы преподает 18 сентября и осенью. Издревле на Руси любили совершать свадьбы осенью или зимою. Как раз осенний День памяти лучше бы подошло к этому Дню Семьи, Любви и Верности. Во-вторых, если бы сделать Международный День Семьи, Верности и Любви, то русские святые Петр и Феврония, о которых в мире ничего не знают, мало бы подошли к этой цели. Лучше было бы именно тех, о которых знает весь мир, Захария и Елисофет. В-третьих, о их святости и праведности свидетельствует сама Библия. А о муромских чудотворцев только повесть, которая была написана через 300 лет после их жизни. И тем более к этой повести есть множество вопросов, множество замечаний, о которых уже много раз говорилось. Ссылки на эти замечания приведу в описании. Почему же тогда Русская Церковь выбрала Днем памяти любви, верности и семьи именно русских святых Петра и Февронию? Именно потому, что они именно русские святые, поэтому и выбрали. Но это национализм в церкви, чего не должно быть. Не нужно выбирать именно своих святых, только потому, что они свои святые. А выбирать нужно тех святых, которые более всего подходят к этому празднику, к этой цели. Это либо Захария и Елисофет, о которой говорит Библия, либо и Аким, и Анна, также великие святые угодники Божьи. И тем более, что уже не одно столетие как раз именно им молятся о благополучии в семье, о даровании рождении детей. И существуют Акафисты, о которых также все знают, и им именно молятся о благополучии в семейной жизни. Муромских чудотворцев Петра и Февронию искусственно сотворили этими небесными покровителями, только потому, что они русские святые. Опять подчеркивается этот национализм в церкви, чего не должно быть ни в коем случае, ибо в церкви нет ни Элина, не Иудея. И как мы можем называться братьями и сестрами и вместе с тем делиться на национальности? Вообще этого не должно быть между всеми людьми в мире, ибо все мы чадо Адама, всеми в каком-то смысле братья и сестры. Об этом не раз говорил преподобный, говорил Ургибадзе, что мы все братья и сестры от Адама, и не можем делиться на чужие и свои, свои и чужие. Нет чужих проблем, все мы должны быть родными и друг друга помогать, а тем более этого не должно быть в церкви. И деление на национальности, деление на свой святой, чужой святый, не должно этого быть ни в коем случае. Где начинается национализм, где начинается мое твое, там нет христианской любви, там нет и настоящей христианской церкви. Ибо это нарушение слов апостола Павла, что во Христе Иисусе нет больше ни Элина, ни Иудея, но новая тварь. И нарушение слов Господа нашего Иисуса Христа, что не должно быть деление между вами, как это у мирских людей. Все же вы братья. Итак, мое предложение сделать международный праздник семьи, верности и любви и их небесными покровителями сделать Захарию или совет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok